Мы находимся около здания, которое сегодня известно как Новосибирская областная библиотека. Но если бы мы здесь оказались лет 80 с лишним назад, то здесь бы находилась издательство «Сип Край Союза». Здесь была издана книга «Главный труд жизни Юрия Васильевича Кондратюка», одного из основоложников космонавтики. И какими мыслями приходил человек вот в это здание. Он хотел, чтобы как можно больше людей узнало о его стремлении, о его мечте, о том, что это реальность полетит в космос. Ему отказали в Москве печатать. И вот он, набрав нужную сумму денег, он приходит сюда в конец января. В 1929 год книга получилась. И вот это только свежее, напечатанное, пахнущее окраской издание, 2000 экземпляров, он приносит и начинает дарить своим коллегам и друзьям. Ну вот сложно сказать, какие они испытывали эмоции, когда они в руки брали книгу, а на ней написано «Завоевание межпланетной красоты». Конечно, ну вот сегодня нам предложите что-нибудь подобное, там, про марсианы или про другие китомеры, наверное, мы бы тоже так вот где-то улыбались, ну абсолютно не верили, считали фантазером и чудаком. Ну, кто-то бы посмеялся, кто-то оценил размах мысли. Во-первых, 1929 год – это как раз то время, когда люди безгранично верят в прогресс, когда творят свое будущее своими руками. К тому же Юрий Кондратюк – довольно известный инженер-практик. Например, в городе Камин-на-Аби он построил без единого гвоздя огромный элеватор, который так и назвали «Мастодонт», потом работал над проблемами ветроэнергетики. Например, проектировал огромную ветроэлектростанцию в Крыму. Опять же, множество расчетов и идеи, которые опередили свое время, но воплотились буквально через 30 лет. Это и скафандр, и лежачее расположение космонавта в космическом корабле, и конструкция ракеты-носителя. Книга, которая совершила полет на космическую станцию, в которой расписались космонавты. Эта часть экспозиции символизирует, в каких условиях рождались великие идеи. Почему конфетки? Чтобы поддержать мыслительный процесс, знал, что нужна глюкоза, поэтому брал конфетки. Так что полезно иногда умному человеку сесть на стул, взять конфету и подумать о звездах. Как раз такую возможность сейчас и предоставляет своим посетителям Новосибирская государственная областная научная библиотека. Редактор субтитров А.Семкин